Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Немножко задержался, конечно, обзор третьего тура Лиги Чемпионов, но все-таки мы теперь возвращаемся в тот нужный режим, и будет для вас очень много контента, так что не забывайте подписываться на канал, делайте так, чтобы ваше, если у вас горит красная кнопочка, подписаться, сделайте ее обязательно серой. Также не забывайте ставить на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. Ну что же, а мы начинаем обзор третьего тура Лиги Чемпионов FIFA 20. Итак, начинает наш третий тур, матч в Лиге Чемпионов, и начинаем мы его в Донецке. Шахтер принимает хорватскую команду Динамо-Загреб. Итак, под конец первого тайма уже идет вот такое вот завершение, немножко суеты в обороне Шахтера, и Динамо-Загреб выходит вперед, благодаря голу в концовке первого тайма. Просто, наверное, более замотивирована была команда из Хорватии, немножко подрасслабилась Донецкая команда. Ну вот, просто скидывают на ногу, и все замечательно, да, для команды Динамо. И они забивают. У Шахтера долго, наверное, такое будет противостояние с Динамо. То они в домашнем чемпионате с Киевским играют, но тут Загребская. Ну и они им забивают один единственный мяч в ворота, сделал это Петкович. И на этом матче заканчивается со счетом 1-0 в пользу команды Динамо-Загреб. Итак, о следующем матче у нас он уже перемещается в Мадрид. Атлетика принимает Ливеркузинский Байер. Интересные две команды, которые будут навязывать борьбу Ювентусу в непростой, конечно, группе, тем более для российской еще одной команды, Локомотив. И вот так вот в самом начале матча на седьмой минуте Сауль замечательно кладет этот мяч в нижний угол. Все было шикарно разыграно. В этой атаке поучаствовало четыре футболиста Атлетик, как вы видите. Вот здесь замечательно отпасовал. Это Жоа Феликс. И 1-0. Атлетика у себя дома выходит вперед. Конечно, тяжелая группа также еще и попалась Локомотиву, Ювентус, Атлетика и Байер. И в нашей именно Лиге Чемпионов Локомотив до сих пор пытается бороться за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Но в настоящее время Локомотив уже даже вылетел и потерял все шансы на Лигу Европы. И вот так вот в концовке еще и первого тайма Сауль делает дубль, забивая свой второй мяч в этом матче. И это 2-0 в пользу мадридского Атлетика. Прям разыгрался. Сауль становится таким определенным лидером в этом сезоне в Атлетика. Потому что Гризмана нет. Ушли также Диага Гадин. Некому брать на себя такую ответственную роль. И вот именно в таких вот матчах, в которых важны и для болельщиков, и для статистики. И особенно для положения команды в группе Лиги Чемпионов. Сауль именно взял на себя эту роль в этом матче. И замечательно делает свою игру и забивает два мяча. На этом матче заканчивается со счетом 2-0. Это дубль Сауля в сегодняшнем матче. Ну а дальше мы перемещаемся уже в Бельгию. И здесь уже Брюги принимает самый знаменитый французский клуб Парис Саин-Жерме. Неймар, Гемария, Киллиан, Бапе все здесь. Также не будем забывать про Кавани, Наваса. И вот так вот Идрисагие на 37-й минуте забивает, пробивает оборону домашней команды. Для всех уже не секрет, что ПСЖ в каждый год пытается. И практически у них это всегда удается занимать первую строчку в группе. Но для всех также болельщиков интересно, сколько они забьют за этот групповой этап в Лиге Чемпионов. Всем интересно, каждый сезон это выдается. Тем более у ПСЖ просто невероятная линия нападения. Также полузащита в лице Идрисагуе, Юлиана Дракслера, Верати. Но также момент произошел во втором тайме. Вот здесь Кавани продвигался. И Дели, это игрок из, если я не ошибаюсь, первой команды недели в Лиге Чемпионов. Сбивает Кавани. И штрафной назначили они пенальтик. К мячу подходит Димарея. И замечательно вот так вот, можно сказать, по-баскетбольному закладывает аккуратный чистый гол в девятку. Поздравляем аргентинца с этим забитым голом. И скорее всего будет его этот гол номинантом на лучший гол группового этапа. А дальше уже и будут смотреть. Вот, просто шикарно. Шикарная девятка. Никто не смог. Прямо над стенкой пролезает аккуратненько мяч. И счет становится 2-0 в пользу гостевой команды. И ПСЖ выигрывает этот матч. С отсчетом 2-0 гол Димарея оказался последним в этом матче. Ну и дальше у нас матч перемещает в Турцию. Галатасарай принимает ПСЖ. Это все та же группа с Брюги ПСЖ. Но теперь уже другие две команды играют. И этот матч, как ни странно, но заканчивается для Мадридского реала для Галатасарая. В ничью со счетом 0-0. Итак, следующий матч. Без моментов абсолютно был матч Реала. Но теперь Олимпиакос принимает Мюнхенскую Баварию. Команда, которая просто доминирует у себя на домашней арене. Но вот в Еврокубках пока что не могут себя показать. Хотя и были последние немецкие команды, которые выиграли Лигу Чемпионов. Это было сезон 2012-2013. Следующий матч. Как вы поняли, Олимпиакос в Баварии закончится в ничью 0-0. Манчестер Сити принимает Аталанту. Сити в последние сезоны доминирует в АПЛ. Ну а Аталанта сенсационно вышла в Лигу Чемпионов. Тоже матч заканчивается 0-0. Три матча подряд было сыграно с ничейным результатом. Да еще и без голов. Очень обидно, конечно, видеть это в Лиге Чемпионов. В лучшем европейском турнире клубном. Ну и Ювентус принимает у себя Локомотив, который очень хорошо себя показывает. У Локомотива две победы из двух в первых двух турах. И вот здесь вот говорит нам Арбитр. Даже Вар был задействован, что Ведеран Чернлука нарушил на Гонсало Игуаини. И Крещано Роналдо подходит к мячу и забивает в левый угол от Гильерми. Ну для себя в левый, для Гильерми это был правый. Ну в общем разводит Крещано Роналдо сейчас вратаря с мячом. И забивает Ювентус. Единственный гол. Сразу так спойлер для вас в этом матче. Забитый он был с пенальти. И кто как ни Крещано Роналдо будет забивать с пенальти. Ну так вот. Обидно конечно для Локомотива. Это первое для них поражение в Лиге Чемпионов спустя три тура. Но все-таки они до сих пор занимают вторую строчку в группе. Так что удачи мы пожелаем Локомотиву в этой непростой группе. Да, как я уже говорил. Матч заканчивается со счетом 1-0 в пользу Ювентуса. Следующий матч. Это матч Аякс-Челси. Команда тоже очень хорошо себя показала. Я про домашнюю. В прошлом сезоне выбили Ювентус. Выбили Реал. И могли выбить еще бы и Тоттенхэм. Но Тоттенхэм показал свой характер. И вышел в финал в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов. Ну а вот так вот снова английская команда, причем снова лондонская, приезжает на Йохан Крой в стадиум. И вот так вот уже сразу Жорджиньо в первом тайме забивает ворота Аякса. Не получается в этом сезоне у Аякса, конечно, доминировать в нашей Лиге Чемпионов. И вот так вот хорошо над рукой у голкипера Анана. Просто шикарный, молодой, перспективный голкипер. На прицеле у многих клубов этот футболист. Его бы многие хотели бы подписать. Потому что действительно может быть какой-нибудь второй такой Донарума. Но Донарума, можно сказать, уже потерял свой талант. Возраст идет для него уже. Он не молодеет. И вот так вот во втором тайме прострел на Маунта. И тот замечательно забивает, делая счет 2-0 на 68-й минуте. Рассыпался Аякс. Ну и собрался Челси, которые в прошлом сезоне выиграли Лигу Европы. И благодаря этому они попали в Лигу Чемпионов сразу же в групповой этап. Ну в общем так матч и заканчивается. С хорошим перевесом в пользу Челси. Со счетом 2-0 они обыгрывают Аякс. Ну что же, следующий матч. И теперь у нас уже интереснейший матч в группе. Зальцбург, Рэдбул принимает у себя Наполе. В этой группе очень интересные команды собрались. Но именно такой доминации мы не видим от Ливерпуля. Два матча из двух первых в Лиге Чемпионов в этом сезоне они проиграли. Но сейчас у нас не эта играет команда. А вот Наполе забивает в гостях Зальцбургу. Уже на 13-й минуте хорошо убежал капитан команды Ларенцин Синьи. И выводит вперед команду, которая наоборот. Так вот прям как антоним Ливерпуля в этой группе, в этом сезоне у нас именно. Потому что шикарно играет Наполе, как и против Ливерпуля. Но мы посмотрим, что будет во втором круге на групповом этапе с Ливерпулем и с Наполе. Может быть все и кардинально изменится. Но Ливерпулю нужно собираться, потому что два матча первых они проиграли. Ну а Наполе шикарно себя показывает. И с минимальным счетом в этом матче они обыгрывают австрийскую команду Рэдбул Зальцбург. Мы переходим к следующему матчу. И как раз это именно Ливерпуль приезжает к Генку. Ливерпуль, команда которая выиграла Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. Два года назад они вышли в финал. Встретились с Мадридским Реалом, у которого была просто гегемония выигрывания Лиги Чемпионов. И вот так вот первая ошибка Альсена на девятой уже минуте. И то японец забивает этот гол и вводит вперед Генк. Ну вот продолжим историю насчет Ливерпуля. Гегемонию они не смогли прекратить у Реала. Дали им выиграть свою третью Лигу Чемпионов подряд. Но в следующем сезоне Гегемонию как раз и прервал Амстердамский Аякс. Матч, которого мы видели несколько минутами так ранее. Но все равно Ливерпуль показывает очень хорошую игру. В прошлом сезоне они заняли вторую строчку в чемпионате. Тогда просто тоже была доминация Манчестер Сити. В этом сезоне в реальной жизни Ливерпуль идет сейчас на первой строчке. Манчестер Сити подсдал. Но и мы надеемся вдруг получится взять у Ливерпуля такой дубль. Ливерпуль выиграв чемпионат и Лигу Чемпионов. Не знаю насчет Кубка Англии, как они там продвигаются. Но в нашей Лиге Чемпионов Ливерпуль горит со счетом 2-0. Перед началом второго тайма и перед самым перерывом забивает второй еще и Генг. Так что, как я говорю, в этом сезоне именно у нас FIFA 20 что-то не так с Ливерпулем на групповом этапе. Три матча подряд, уже говорю снова спойлером, проигрывает Ливерпуль. Этот, естественно, матч не отыграются. Они 2-0, хотя в реальной жизни бы отыгрались. Но это все-таки не тот финал, когда в Стамбуле в 2005 году Милан-Ливерпуль 3-0. Нет, здесь они проиграют после первого тайма 2-0. Но отыграться им уже не суждено. И очень обидно. Хорошая все-таки команда, но неизвестно, что здесь все-таки не так. Что-то либо с обороной, либо нападение не может реализовать. В общем, много вопросов есть к этому данному Ливерпулю. Ну вот, концовка уже идет второго тайма. Навес и забивает снова. Самата, он у нас уже был, если я не ошибаюсь, в команде недели Лиги Чемпионов. Если нет, то напишите, что это не так. Поправьте меня, я просто не помню уже точно было или нет. Но такой футболист в нашей Лиге Чемпионов на слуху забивал он точно. И, наверное, все-таки он был в команде Тура Лиги Чемпионов. Ну а сейчас на ваших глазах просто невероятно. Что-то, вот, Йорген Клоп не понимает, что происходит. Генк обыгрывает Ливерпуль со счетом 3-0. Ну когда такое вообще могло быть видано, чтобы Ливерпуль, команда выигравшая Лигу Чемпионов, пройдя такой трудный путь, причем недавно, а именно в прошлом сезоне, они разгромно проигрывают Генку на групповой стадии. И три матча подряд они проигрывают. Понимаю, там Наполи, но они проиграли как Зальцбургу, так и Генку. Еще перемещаемся в другую группу. Замечательный стадион Сан-Сиро, стадион Джузеппе Миаце принимает, нет, не Милан, а Интер вместе с Боруссией. И вот так вот в первом тайме забивает Пако Алькасер. Игрок, который перешел из Барселоны, который тоже находится в этой же группе. Замечательно откликнулся на этот навес и замкнул штрафной. Где-то тут, наверное, в метре от Самира Хаандановича. Отлично играет испанец. С невероятной результативностью он был пару сезон назад, вроде в прошлом сезоне. Но теперь у Боруссии Доркланд собралась отличная такая компания. Алькасер, Санчо Вицель, очень многие еще Торгана Азара купили. Намеренно они себя хорошо показать в Лиге Чемпионов, но здесь именно будет идти борьба между Боруссией и Интером. Потому что Барселона уже однозначно для всех выйдет из группы. И минимально вот так вот шмели обыгрывают Интер в гостях. Следующий матч. И здесь у нас пражская Славия принимает Барселону. Та же группа, где и Интер с Барселоной. Но и вот он, Леонель Месси забивает. Шикарный дальний удар на 18-й минуте матча. Увидел, что вратарь немножко потерял свою позицию и решил с подкруточки своей похоронной левой ногой, ну и конечно не такая похоронная, как у Дениса Глушакова в матче против, если я не ошибаюсь, против Амкара тогда была эта пушечка, заложенная в чемпионском сезоне Спартака. Но не суть, смотрите, отлично убрал и увидел, что сместился голкипер немного в левый угол и решил пробить, дать шальную в дальний для себя угол. Ну и просто шикарно. Два топа гола пока что было забито этой стадии на третьем туре в Лиге Чемпионов. Это Анфель Ди Мария и Леонель Месси, так что два прям аргентинца взорвали, наверное, все паблики в Инстаграме со своими голами и будут много форсить их, обсуждая еще очень долго. Но минимально выиграет Барселона, Славию. И следующий матч здесь у нас Бенфика против Леона. Тоже интересная группа, в реальной жизни тем более. Там играет российский клуб, за который я болею. Зенит, но FIFA его нету, поэтому и матчей здесь будет меньше в этой группе. Три команды всего лишь у нас. И матч заканчивается между Бенфикой и Леоном со счетом 0-0. Мы перемещаемся к другой французской команде. Это Лиль, который принимает Валенсию Денис Черышев. Шикарный игрок, поигравший за много европейских хороших клубов. Также за Мадридский Реал. И вот так вот в Валенсии Дениса Черышева забивает ворота Лили на третьей минуте. Но не Денис Черышев, я не знаю, сейчас он вообще на поле или нет. Но забивает Родриго, скорее всего, нет. Либо Соллер, либо Гонсалу Гуэдеш на этой позиции сейчас на поле. Но классно, кстати, отыграла Валенсия в прошлом сезоне в Лиге Европы. Далеко зашли, если я не ошибаюсь, до полуфинала. Тогда они вылетели от Арсенала. Дай бог памяти. Но Валенсия продолжает хорошо себя показывать. Как и на домашней арене в чемпионате Испании, так и в Еврокубках. Группа попалась интересная. И бороться за первую строчку они обязаны. Челси, Аякс, Лиль. Тем более сейчас еще и Аякс теряет очки. Но будет интересно следить именно за борьбой Челси против Валенсии. Итак, концовка первого тайма. Пошла передача и здесь забивает уже Гонсала Гуэдеш. 2-0, 0-2, кому как угодно. Но выигрывает именно Валенсия в этом матче. Благодаря двум голам Гуэдеша и Родриго. Хорошо, здесь замкнул. Не в касании, конечно. Но обработать дали ему. И в этом, наверное, все-таки ошибка защитников. Дали подумать, принять решение. И Гуэдеш замечательно забивает. Делает счет 2-0 в этом матче. И с таким счетом и выигрывает Валенсия. Тяжело было бы Лилю сейчас без Николя Пипе. Играть в Лиге Чемпионов. Но все-таки сейчас Николя Пипе играет в Лиге Европы. Но за лондонский Арсенал. Все, заканчиваются у нас абсолютно все матчи третьего тура. Последним этим матчем в Лиле Валенсия. Ну и вот она, команда недели. Как вы видите, лучшим становится игрок Генка. Этот японец, который открыл счет в матче Генк Ливерпуль. Забив гол и получает оценку 9-2. Посмотрим, докуда может быть дойдет Генк. Если, конечно, Ливерпуль не соберется. То, может быть, компанию к Наполе составит именно эта бельгийская команда. Но мы посмотрим все равно, что будет дальше. Будем следить, конечно, за этим японцем, за этой командой. Пока что они замечательно себя показывают на групповом этапе. И вот все группы после третьего тура Лиги Чемпионов. Именно нашей. FIFA 20. Немного, естественно, они отличаются от реальных. Но все-таки это искусственный интеллект. И мы смотрим на именно эту симуляцию. Ну что ж, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok